Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills направлен на подготовку востребованных рабочих профессий. На базе Политехнического колледжа Копейска такие соревнования проходят с 2018 года. Отрасли деятельности каждый год разные. В этом году на нашей базе проводится по пяти компетенциям. Это охрана труда, сметное дело, документационное обеспечение управления архивоведением, обогащение полезных ископаемых и маркетинг. Вообще, сама идея проведения чемпионата, конкурса профессионального мастерства по форматам WorldSkills заключается в том, чтобы, во-первых, поднять престиж рабочих профессий, специалистов среднего звена. Второй такой момент, и очень немаловажный, конечно, это улучшить материально-техническую базу профессиональных образовательных организаций. Конкурсные задания длились три дня. В каждой из них молодые специалисты выполняли определенные действия по своей специализации. Например, участники секции охраны труда должны были разработать инструкции и программы по культуре безопасности. Наши специалисты, которые сейчас работают, умеют разрабатывать инструкции по охране труда согласно локальным нормативным правовым актам. Кроме этого, они сейчас умеют выбирать средства индивидуальной защиты. Но и немаловажный фактор – каждый из них в данный момент может оказать первую доврачебную помощь пострадавшим. Как правило, в конкурсе принимают участие пять образовательных учреждений области. Каждая может представить пять конкурсантов по одному участнику в специализации. До начала чемпионата участников готовят их наставники, повышают их профессиональный уровень. Подготовка участника, знаете, процесс сложный. Процесс сложный, но и здесь есть свои особенности, потому что, знаете, учебные планы специальности, в основном участники представлены со специальности права и организации социального обеспечения. У нас всего один участник на площадке – это дело производства. У нас документационное обеспечение ведется в рамках всего 50-60 часов, и это очень мало. И поэтому в рамках изучения дисциплины мы этого сделать не успеваем, поэтому участнику приходится оставаться после основного учебного времени. Ну, опять же, выходим из положения за счет кружковой работы, то есть кружки по подготовке участников к чемпионату, они есть в образовательной организации в нашей, и вот в рамках кружковой работы дополнительно. На каждое задание участникам давалось от трех до пяти часов. Выполняли они их в присутствии экспертов, которые оценивали мастерство каждого студента и выставляли соответствующие баллы. Конкурсные задания проходили с 8 по 10 декабря. Каждый победитель позже сможет продемонстрировать свои навыки на национальном этапе конкурса. Продолжение следует...